Короткие замыкания и пьяные нарушения правил пожарной безопасности. Вот основные причины большинства пожаров. И уровень опасности их выше всего в ветхих деревянных домах. Сегодня инспекторы госпожнодзора провели рейд по пригороду Якутска. С ними была и наша съемочная группа. А там у вас, смотрите, у вас видите, у вас обновление. Это давно? Это давно? Это уже. Это рабочая? Там все ништяк. Тетя Наташа уже давно позвонила бы на соседки. Однако, видимо, соседка тетя Наташа не всегда может предвидеть столь ужасное состояние проводки у своих соседей. И пушнодзор все-таки явился первее. Сегодня пушнодзор работает в Мархее и уделяет особое внимание местам проживания представителей групп социального риска. Тем, кто нередко употребляет алкогольные напитки. Специалист говорит, что да, здесь в основном жилой фонд «Старые ветки». И по части пожарной безопасности работать и работать. Как мы наблюдаем, у нас здесь оконцевание жил электропроводов соединены методом холодной скрутки. Не заизолировано. Это приводит к тому, что может произойти короткое замыкание. То есть горючие частицы могут отлететь на горючий элемент. В данном случае это у нас является ДСП. При нагревании, что придет дальнейшим к пожару. Инспекторы отмечают, что по вине короткого замыкания происходит три четверти всех пожаров в жилом фонде. Кроме того, в общежитии коридорного типа захламлены или же вовсе забаррикадированы пути эвакуации. Нельзя закрывать. Летом у нас она открыта. Ну, лет на зиму. Надо открывать дверь. Вот у нас имущество. В теплой одежде люди будут вылегать. А в другом доме, если в квартирах жители еще стараются придерживаться правил безопасности, то в подъезде их сил уже не хватает. Световая горела с этой стороны внизу. Там, по-моему, тоже короткое замыкание было у нас неоднократно. Плюс вот где болерные показывал, там тоже было меняли. Ну, пытались менять что-то. Вот так. Ну, электрики как пришли, вставки вытащили, закрыли и сидели три дня без света, пока там все не высохло. Пожнадзор внимательно все фиксирует. И в адрес властей и коммунальщиков будут направлены предписания об устранении. Сейчас мы проводим непосредственную проверку, да, в отношении администрации микрорайона Мархи. Также обследование домов в отношении Арктики, строй, Сахажилсервис, ИОГИФИС. Да, это управляющие компании. В дальнейшем им будут направлены акты обследования данных домов и выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности. Подобные проверки идут в регулярном режиме. На каждого инспектора приходится по несколько сотен подобных домов. И по их собственным признаниям работа дает плоды. Число пожаров в этом году снижено на 9%. Это Леабрамов Владимир Таюрский, МВК Саха, Якутск.